Сильный ветер, туман, гололед, температура воздуха колеблется около нуля. Такие сложные метеоусловия будут складываться в ДНР в ближайшее время, предупреждает МЧС. С вечера 13 декабря в Харциске начал сеяться мелкий дождик. Небольшого морозца хватило, чтобы одеть в ледяную скорлупу все вокруг – деревья и дома, дороги и тротуары. Бороться с гололедицей на дорогах Харциска призвано коммунальное предприятие «Стимул». Сегодня за рулем комбинированной дорожной машины «Газон-Некст» работает Геннадий Свердлов. 14 декабря в час ночи он заступил на смену. Посыпали горное с дозуевки, приехали, загрузились и начали от депо. У нас в основном от депо, чтобы троллейбус вовремя вышли, поднялись под верх. До самого ЖД вокзала просыпаем. Бывает два раза, бывает четыре раза, чтобы машины могли раскатать, чтобы заработала смесь. В пять часов утра на дорогах Харциска работали уже две спецмашины. Новому «Газон-Некст» составила компанию старенькая КДМ-ка. После нескольких часов интенсивной работы – вынужденная остановка. Это старая машина, которую мы восстановили. Поломка незначительная, вышла из строя помпа. В данный момент полетела крыльчатка. Сейчас приобретем эту крыльчатку, устраним, и машина в течение двух часов будет опять на линии. На базе стимула сегодня хватает работы. Здесь востребованы и грузовик, и трактор. Пока один везет со склада шлаг, другой готовит техническую соль для антигалоледной смеси. Тонны востребованного на дорогах Харциска посыпочного материала развозятся в разные концы города. Очень скользко. Где-то на подъемы приходилось заезжать задом. Потому что сыпет сзади, а машина скользит, невозможно подняться. Приходилось разворачиваться и сами себе посыпать под колеса, чтобы уехать. В середине декабря зима только намекает о предстоящих сюрпризах. До сих пор она не испытывала коммунальщиков ни обильными снегопадами, ни сильными продолжительными морозами. Директор Харцисского стимула утверждает, что к зиме предприятие готово. Хотя признается, охватить весь город быстро никак не получается. На сегодняшний день есть ИГСМ, все есть для необходимой работы. Единственная проблема – большая территория, большая площадь дорог. У нас всего лишь две посыпочные машины, две МДК. В прошлом году помогали трубники, в этом году помощи пока нет. Если бы увеличить наш автопарк в плане посыпочных машин и снегоуборочной техники, тогда мы бы справлялись гораздо быстрее. Также мы посыпаем тротуары. Уборщики территории сегодня начали работу с пяти утра. Посыпаем все тротуары, уже посыпали тротуары. Будем сейчас обновлять, потому что погодные условия складываются таким образом, что периодически дождь начинает идти и посыпочный материал смывается. В процессе дня и даже суток мы обновляем, посыпаем и дороги, и пешеходные тротуары. Достаточно выйти в гололед на улицу и совершить небольшую прогулку, чтобы убедиться. Мест, где не ступала нога коммунальщика, в городе еще немало. Предприятие ориентировано прежде всего на центральные улицы Харциска, а на второстепенных проулках и разных тропках вряд ли сегодня встретишь рабочего щедро посыпающего дорожки. Так что внимательность и осторожность как водителей, так и пешеходов на улицах и во дворах многоэтажек сегодня точно не будут лишними.